ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Плюс четыре пункта. Деньги продолжают укрепляться. Есть ли для этого объективные причины? Замедлится ли инфляция? Бесплатная школьная форма и питание для всех. Возможно ли такое? Какую концепцию разработали общественники? Это дает толчок развитию именно этого сельского хозяйства. Есть ли на это средства в бюджете? И не породит ли поддержка иждивенчество? Надо повышать. Как пересмотр зарплат железнодорожникам скажется на стоимости билетов? И перевозка. Это социальные службы государства. Сколько средств нужно? И отразится ли это на улучшении сервиса? В Генеральной прокуратуре назвали точное число граждан, которые проходят подозреваемыми в организации участия в январьских беспорядках. На данный момент это 721 человек. Больше 200 из них под арестом. Но не всех лишают свободы. Кому и каким образом удалось избежать строгого наказания, расскажет Одина Смогулова. По данным Генпрокуратуры, больше 300 подозреваемых в хищениях освободили из-под стражи. Во многом благодаря полному возмещению материального ущерба потерпевшим. Так, к примеру, алматинец вместо тюремного срока смог отделаться лишь двумя годами ограничения свободы. Аналогичная ситуация и у двух талукурганцев за кражу бытовой техники. Хотя сумма убытка тогда достигла одного миллиона тенге. С учетом наличия у одного из подозреваемых наождевение двух малолетних детей, а у второго подозреваемого матери, также полностью возмещение ущерба мера пресечения на стадии досудебного расследования изменена им на домашний арест. Эта мера не касается тех, кто совершил тяжкие преступления. А таковых сейчас 281 казахстанец. Более того, они проходят по делу как участники экстремистских организаций. Один из них – житель Актубе. Мужчина создал в WhatsApp-мессенджере группу и призывал других пользователей совершить нападение на местный Акимат. Тогда собралось 300 человек. В результате 31 сотрудник органов получил телесные повреждения. Активисты его сообществ заключили под стражу. В городе Алматы изоблечен другой участник этих событий, который 6 января пытался совершить. Захват здания телевышки Коктюбе. Основная цель – контроль работы телевидения и радиоканалов. Для последующей агитации выхода граждан на улицы путем распространения ложной информации. В Министерстве внутренних дел сейчас расследуют 1150 уголовных дел. Основная масса – кражи, умышленное повреждение чужого имущества и незаконный оборот оружия. Стоит отметить, что потерпевшим уже возмещен ущерб на 100 миллионов тенге. Похищенное имущество изъяли правоохранители. А 145 единиц незаконно хранящегося оружия граждане сдали добровольно. Одина Смогулова, Информбюро Алматы. У казахстанцев появится возможность проголосовать за поправки в Конституцию. Напомню, ранее президент страны предложил провести референдум. Точная дата и формат пока неизвестны. Но рабочая группа уже подготовила 56 изменений по 33 статьям. Мы напомним о самых обсуждаемых. Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. Смертная казнь запрещается. Блюстители закона, военные и силовые структуры не должны состоять в политических партиях, в профессиональных союзах и выступать в поддержку какой-либо политической партии. На период осуществления своих полномочий глава государства не должен состоять в политической партии. Близкие родственники президента не вправе занимать должности политических государственных служащих и руководителей субъектов квази-государственного сектора. Президент предлагает не менее двух кандидатур на должности Акимов областей и городов республиканского значения. Окончательный выбор будет замыслихатом. Предстоящие масштабные и значимые изменения окажут существенное влияние на будущее страны. Поэтому предлагаю провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Касымжимар Токаев, президент Республики Казахстан. Наш Казахстан уже давно готов равняться на уровень цивилизованных стран. Будет участвовать все население и его голос будет услышан. Я буду «за». Это будет хорошо для нашей страны и для нашего народа тоже. Нужно поддерживать свою страну на счет поправок. Это как неотъемлемая часть демократии проведение общенациональных референдумов. Сегодня доллар уступил деньге почти 4 пункта, а наша национальная валюта после зимнего потрясения продолжает отвоевывать позиции. Насколько это долгосрочно? Обсудим тему с экономистом Арманом Бессимбаевым. Арман, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на этот раз что послужило укреплению тенге? Ну, надо полагать, что на укреплении тенге действуют примерно те же самые силы, которые действовали до сих пор. В этом смысле, я думаю, мало что поменялось. Тенге идет вслед за рублем. Рубль укрепляется в силу того, что он попал в достаточно экстраординарные условия, при котором предложений валюты много, а спроса на нее практически нет. В силу того, что экономика России под санкциями и заблокирована просто намертво, в итоге получается это убило спрос на валюту какую бы то ни было. С другой стороны, очень много предложений. Это приводит к тому, что рубль у нас на международном рынке укрепляется, особенно по внутреннему курсу рубль в России укрепляется достаточно сильно и достаточно серьезно. Есть основания считать, что рубль будет укрепляться и дальше при сохранении вот этой вот всей ситуации. Соответственно, мы тянемся вслед за ним. Если тенге и дальше будет укрепляться, может ли Нацбанк пересмотреть базовую ставку? Ведь буквально сегодня ее опять повысили по сберегательным депозитам до 15%. Это вряд ли, потому что базовая ставка предназначена и таргетирует в основном инфляцию, и никакого отношения к валютному курсу она по большому счету не имеет. Курс может быть при этом какой угодно. Показателем для Национального банка является прежде всего инфляция. Вот буквально сегодня сообщили о том, что в апреле уровень инфляции в Казахстане в годовом исчислении превысил 13%. Можно ли надеяться на то, что снижение курса доллара замедлит эти темпы? Отчасти возможно да, плюс ко всему мы сейчас входим в летний период, а летний период благоприятен в том плане, что на темпы инфляции будет влиять дефляционные процессы, которые обычно сезонно наблюдаются в овощах и фруктах, потому что все это появляется на рынке, огромное предложение. Если опять же мы не сломаем наш внутренний рынок, то в общем-то это будет дефляционно влиять. И это в каком-то смысле, в каком-то виде сдержит темпы инфляции и как-то облегчит вот это вот инфляционное давление. А дальше спираль повышения инфляции будет продолжаться с новой силой. За апрель, так вот, примерно, я так понял, мы уже плюс 1%, где-то в районе 13% мы уже зафиксировали. Значит, есть все основания считать, что год к году, до конца года мы скорее всего выйдем на инфляцию где-то от 20% до 26%. Спасибо вам. С нами на связи был экономист Арман Бесимбаев. Казахстан будет продавать нефть в Беларусь. В Мажорис поступил законопроект о поставках нефтепродуктов и нефти партнеру по ЕАЭС. После подписания документа стороны определят объемы поставок. Нефть из Казахстана в Беларусь потечет по нефтепроводу, построенному еще в советский период. Ежегодно Беларусь потребляет порядка 22 миллионов тонн нефти. На территории страны работают пять крупных заводов. Они производят высококачественные продукты по европейским стандартам. Но перепродавать казахстанскую нефть белорусы не смогут. Договор заключается с целью покрытия внутренних потребностей покупателя. Ранее Казахстан не продавал черное золото в эту страну. В рамках Евразийского союза разговор стоит о том, что продукты могут поставляться, но не для того, чтобы они экспортировались потом. То есть для того, чтобы покрыть нужды того или иного члена Евразийского союза, на таких принципах строится зимой наш. Могут сказать, что такой объем нефти обычно поставлялся Российской Федерации. Сделать бесплатными для всех школьников обеды и форму предложили общественники. На это потребуется 900 миллиардов тенге в год. Но по данным детского омбудсмена Ружан Саин, это вполне реально. Свои предложения она уже направила в правительство и даже получила ответ. Какой? Расскажет Жамал Габдулина. Казахстанские школьники до четвертого класса питаются бесплатно, но не везде. Каждый регион регулирует этот вопрос самостоятельно. Школа заключает договор с частными ИП и ТО. Детский омбудсмен Ружан Саин наставит, что лучше этот вопрос решать с помощью комбинатов питания, которые могут накормить от 5 до 70 тысяч детей в сутки. Эта реформа приведет еще к тому, что будет развиваться сельское хозяйство, фермерство, общепит. Все направления, которые касаются логистики и хранения продуктов, добавляет Саин. Для того, чтобы накормить в Казахстане 3 миллиона 600 тысяч школьников, нужно произвести продукты питания. И когда предприниматели, фермеры понимают, что это будет гарантированный сбыт, что то, что они вырастут, обязательно продадут, то тогда это дает толчок к развитию именно этого сельского хозяйства, что, соответственно, не только повышает уровень экономический нашей страны, это создает рабочие места повсеместно по всему Казахстану. Дети не должны испытывать имущественное неравенство в школе. С этим хорошо справится единая школьная форма, добавляет Саин. И желательно, чтобы она была бесплатной. Но из-за огромного ассортимента ее аналогов из Китая, Турции, Белоруссии, казахстанские производители проигрывают, поэтому предлагают создать консорциум предприятий легкой промышленности. Он напрямую заключал бы договоры с правительством, напошив школьные одежды и централизованно закупал сырье. Я бы предложила все-таки Министерству образования все-таки эти финансовые средства направить на обеспечение той же школьной формой либо на обеспечение питания обедом школьников из среднего, старшего звена в общеобразовательных учебных заведениях. Это будет более целесообразным и полезным для наших детей, нежели реформирование бесконечной системы образования, которая, в общем-то, опять-таки оставляет желать лучшего. Шесть регионов в стране кормят школьников начальных классов бесплатно. Это Западноказахстанская область, Атарау, Шемкен, Караганда и Столица. С 1 сентября добавится и Алматы. В рамках всеобуча только пять категорий детей обеспечиваются питанием и формой. Первая категория – это дети, получающиеся АСП. Вторая категория – это дети, не получающиеся АСП, но доход ниже величины прожившего минимума. Третья – это дети-сироты, которые постоянно под контролем государства. И четвертая – это дети, которые попали в ЧАЭС. И пятая категория – это иные категории, которые решают попечительские советы. Эксперты утверждают, что бесплатное питание и форма в школе – это не социальные проекты и не раздача государственных денег и порождение иждивенчества. Это инвестиции в будущее. По опыту стран, которые внедряли школьное питание, возврат в экономику государства – порядка 30%. И это только в виде налогов. Общественники и детский омбудсмен не сдаются, несмотря на то, что их предложения отклонили. Они намерены поехать в Казань для того, чтобы лучше изучить опыт внедрения системы комбинатов школьного питания, а потом успешно его внедрить. Жамал Габдулина, Сергей Шуйский, Информбюро, Алмата. Продолжаем Информбюро. 90 миллиардов тенге намерены попросить у правительства в Казахстан-Темиржулы на повышение зарплат своим сотрудникам. Производственному персоналу подняли оплату труда на 66%, но держать ее на этом уровне своими силами железнодорожный монополист не может. Руководство компании сетует на снижение транзита по России. На 43% упали перевозки КТЖ в Российской Федерации. Председатель правления Казахстан-Темиржулы Нурлан Сауранбаев заявил, что некоторые сотрудники требуют повысить заработную плату в два раза. Но у компании нет достаточного ресурса, так как две трети фонда оплаты труда компенсируются за счет транзита. На зарплаты железнодорожников уходит 300 миллиардов тенге в год. Также руководство компании намерено повысить тарифы на свои услуги. Цены на пассажирские перевозки при этом не поднимутся, уверяет в Казахстан-Темиржулы. Вы знаете, что пассажирские перевозки – это социальная услуга государства. Ежегодно государство финансирует порядка 30 миллиардов тенге субсидий дает. И внутри еще к этаже 90 миллиардов субсидий из собственных средств, чтобы наши граждане могли ездить недорогими билетами. Почти полсотни охранников предпенсионного возраста в Костанай могут остаться без работы. Они следили за безопасностью регионального вуза. Но недавно тендер на эту услугу выиграло Павлодарское охранное агентство. Будущий работодатель предложил оклад почти в два раза меньше прежнего. Законно ли это, узнавала Нина Шапо. Раушан Кокенова работает охранником в общежитии Костанайского регионального университета. Приходится нелегко, но в таком возрасте менять работу тяжело. А здесь платили вовремя около 100 тысяч тенге. Договор с университетом истекает. А в новом охранном агентстве, которое выиграло тендер, предложили заработную плату меньше почти вдвое. В выходные дни, в праздничные дни мы одни остаемся с этими детьми. И охраняем еще всю аппаратуру, все на сети. Отвечаем за пять этажей. И вот нам такая мизерная зарплата. Нам по 60 лет почти, и мы сутки стоим. С Раушан солидарны и другие охранники ВУЗа. Всего на нескольких объектах работает около полусотни сотрудников безопасности. Предлагая такую зарплату, говорят работники, их попросту вынуждают уволиться. Приехали, тендер выиграл Павлодарский охранный агентство. Предложили зарплату 50. Нету ни отпускных, ни оплачиваемых, больничных не оплачиваемых собой. Поговорить с охранным агентством нам не удалось. На связь они не выходят. А в ВУЗе сообщили, что ранее они заключали договор с другой охранной организацией, в которой работали все эти сотрудники. Потом он истек, и до заключения нового тендера их трудоустроили в университет на два месяца. Недавно конкурс выиграл поставщик из Павлодара, договор с которым заключили до конца года на 40 миллионов тенге. В Республиканском объединении профсоюзов говорят, что формально нарушений трудового законодательства нет. Главное, чтобы зарплата была не ниже гарантированной государством. Минимальная в стране сейчас – 60 тысяч тенге. Либо соглашаться на эти условия, но потом, значит, инициировать переговоры с работодателем. Ну, это называется уже трудовой спор по повышению заработной платы и улучшению условий труда. Но, как отмечают общественники, местным властям стоило бы обратить внимание на эту ситуацию. Ведь урезание зарплаты идёт в разрез с поручением президента о повышении доходов и благосостояния населения. Нина Шапой, Елена Досова, Информбюро, Костанай. Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана и компания «Касцинк» запустили цифровой проект по промышленной безопасности. На днях в столице стороны подписали меморандум о сотрудничестве. Совместный проект позволит свести к минимуму число инцидентов на производственных площадках. Цифровой проект «Инспектор промышленной безопасности» поможет в режиме реального времени наблюдать за объектами, где работают горники и металлурги. Это уменьшит аварийные ситуации и производственный травматизм, считают представители Касцинка и МЧС. Это двойной контроль, позволяющий, во-первых, уменьшить расходы предприятия, чтобы оно в плановом порядке велось, соответственно, закуп, приобретение и замена оборудования. Во-вторых, все-таки уменьшить того, что, как у нас всегда, риски, которые существуют, и коррупционные риски. Задача МЧС – вести к минимуму внешнатные ситуации на промышленных объектах. Важную роль здесь играет прозрачность и заинтересованность самих индустриальных гигантов, считают в министерстве. Ведь бизнес должен нести ответственность за создание благоприятных и безопасных условий труда. Примером этому и стало заключение меморандума между МЧС и Касцинком. Стороны нашли способ, как специалиста министерства эффективно мониторить безопасность на производстве. Помогли цифровые технологии, которые активно развивают металлурги. С каждым годом мы все больше и больше сил вкладываем как раз в проект по промышленной безопасности. У нас есть свои собственные правила и требования к персоналу, и права есть у персонала. То есть по поводу того, что каждый работник может остановить любое производство, если видит, что условия труда небезопасны. Раньше единый цифровой ресурс использовали только специалисты Касцинка. Теперь доступ к системе мониторинга и анализа инструментов безопасности труда предприятия будет доступен и представителям МЧС. В министерстве высоко оценили приверженность Касцинка высоким стандартам безопасности для наибольшей защиты каждого сотрудника. В МЧС уверены, что пилотный проект будет эффективным и востребованным. Новорожденных животных, которых горожане приносили в зоопарк Шимкента, не оказалось в реестре. Нарушения выявили специалисты территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Они устроили проверку после видеозаписи, которая появилась в социальных сетях. Посетители засняли в одном из вольеров тушу разлагающегося павлина. Работники почему-то не заметили смерть животного. За невнимательность сотрудники зверинца получили выговор. По их данным, павлин погиб от уличных кошек. Всего в этом году в зоопарке потеряли 15 животных. Ведь врач зверинца уверяет, что виноваты посетители. Они бросают в вольер пакеты, кукурузные палочки, хлеб и другие продукты, которые нельзя давать животным. Представители инспекции лесного хозяйства сделали замечание руководству зоопарка. Тщательно разберутся и с тем, почему вовремя не брали на баланс новорожденных животных и подкидышей. Пока считают, что они просто сбежали. Некоторые животные сбежали. Не то, что сбежали, это не само баланс зоопарка, а животные, которые приносят посетители, которые оставляют. Это такие же суслики, ящерицы разные. И они на баланс не взяли пока, но они сбежали. Субтитры создавал DimaTorzok